Здравствуйте! Вы смотрите проект по понятиям. Меня зовут Альбина Шакирова, а в гостях у нас сегодня ректор Московского городского Игорь Ремаренко. Игорь Михайлович, здравствуйте! И начнем, как обычно, с Блица. С какими неожиданностями для себя вы столкнулись, когда стали управлять университетом? Самая основная неожиданность, наверное, я не ожидал, что это будет так интересно. Это действительно оказалось очень интересно. Многообразие всего того, что происходит в университете со студентами, с преподавателями, с исследователями, с разными поездками, контактами, оно, в общем, куда богаче. Главное, что люди живые. Я, например, не ожидал, что первые дела, которыми придется заняться, это чтобы обеспечить, чтобы во всех туалетах была туалетная бумага. Это же был целый проект. Она пропадала, мы ее стали больше закупать. И в результате она стала и больше пропадать. Потом мы стали еще больше закупать. Два раза стали больше закупать. Она все равно пропадала, а потом раз и перестала. Потом, так сказать, как-то наладилось. И мы вышли, ну, приблизительно на прежние уровни закупок бумаги. Значит, народ понял, что не надо ничего никуда уносить. Бумага будет. Потом мы поменяли эти штуковины, в которых она содержится. Их, в общем, что толку домой не нести, она слишком большая. Ну, мы подбирали все это. Ну, в общем, это туалетное направление оказалось чрезвычайно интересным, важным. И нам еще есть, что там совершенствовать. Что было самым сложным, когда вы работали в министерстве? Интересно было видеть, как вообще эта государственная машина работает. Как принимаются решения, как от них иногда отказываются, как реагируют на людей. Но я считаю, что на одном месте нельзя работать долго. Вот, например, ну, быть ректором, там, два десятка лет я бы точно не хотел. И в министерстве, когда я проработал 10 лет, я понял, что я так уже вжился в этот язык, в эту структуру отношений, что я уже не развиваюсь. То есть самое сложное – уйти? Это осознать, может быть, сложно. Но сам уход – ничего сложного. Нет, написал заявление и ушел. Но, знаете, когда вы чувствуете, что у вас нет вызовов, когда вы привыкли к этому языку, к этой структуре отношений, вы уже всегда знаете, куда, кому надо позвонить. И вы работаете экстенсивно. Там, где вам нужно найти какое-то неординарное творческое решение, вы его не ищете. И вы обращаетесь к тому багажу, который у вас уже был в опыте. И говорите, а, раньше я вот это делал. Вот я это, так сказать, и буду делать. И получается, что ты на своем рабочем месте далеко не всегда находишь эффективные решения. У тебя настолько большой багаж предыдущих решений и опыта, что, в общем, тебе лень что-то новое, адекватное именно для этой управленческой ситуации находить. Всегда был механизм, когда федеральные органы власти раздают деньги по регионам и раздают именно по тем соображениям, чаще субъективным, по которым они считают дать деньги. Мы были первыми из министерств, кто придумал формульное финансирование, кто придумал такие схемы распределения, которые абсолютно не зависят от чиновников. Финансирование, которое зависит главным образом от количества детей, причем там с коэффициентом приоритета для детей сельской местности, где объективно требуется больше ресурсов, потому что там меньше классы, больше требуется тратить на отопление, на подвоз детей до школы и так далее. То есть это синоним подушевого финансирования? Это подушевое финансирование крайне неудачный перевод, поэтому я говорю формульное или персонифицированное финансирование, потому что подушевое финансирование на самом деле очень много чего понимается. А тут вот именно распределение денег по регионам, по формулам. Ну, в общем-то, то же самое мы сделали в университете. Когда директор института приходит к ректору, он не говорит, что давайте мы увеличим бюджет, он знает, какой у него бюджет, он зависит от числа студентов, и программ, на которых они учатся, у музыкантов это дороже, у тех, кто занимается физической культурой, тоже дороже, это дешевле у, скажем, у филологов, у математиков. Какими качествами должен обладать управленец в образовании? У меня было пара лет, когда я совсем никакого отношения не имел к образованию. Я специально вот на это время, поскольку было Министерство образования и науки, у нас были сферы занятости, где можно заняться именно инновационными проектами с предприятиями. По созданию современного программного обеспечения, по антивихревой защите аэропортов, в общем, самые разные технологические проекты, которые были в поле нашего внимания. Я понял, что действительно есть очень существенные отличия, их как минимум два в системе образования и вот в такой технократической бизнес-сфере. Значит, первое отличие состоит в том, что в системе образования всегда возможны самые неожиданные реакции. Вот если вы дело имеете с техническим устройством, и хотите ему что-то предписать, вы в отношении него совершаете какое-то действие, техническое устройство по закону физики ведет себя так или иначе. Человек, он обладает тем свойством, что он заранее может спрогнозировать, как вы на него хотите подействовать. И просто из-за вредности сделать иначе. Не потому, что ему не нравится решение или еще что-то, а вот просто из-за вредности. И угадать эту вредность иногда практически невозможно. Это вот как, не знаю, как в любви иногда случается. Вот просто вот так и все. Вторая особенность состоит в том, что система действительно очень большая. И она, ну, в общем, наверное, по количеству охвата населением, то есть порядка 20 миллионов человек, если сложить вузы и школы. Вот в этой большой сфере оказывается, что порой живут какие-то традиции, убеждения, стереотипы, о которых люди не догадываются. А вот они сложились так исторически. А почему так получилось? Что там, собственно, исторически было, что люди именно так думают? Ну, например, почему нужно уметь решать квадратные уравнения? Не знаю, вот вы закончили школу, решали квадратные уравнения? Решали. В школе решали, а после школы? После нет, конечно. Вот, собственно, вот. Но, тем не менее, вот если бы нам с вами сказали, что там, у ваших детей давайте не будем учить решать квадратные уравнения, мы, наверное, бы задумались, потому что мы-то решали их, наверное, и другие должны решать. Известный пример из Кембриджа, когда студент, просидевший более 4 часов на экзамене, потребовал кружку пива и большой кусок мяса, потому что слишком долго времени длился экзамен. И он апеллировал к уставу 400-летней давности, согласно которому, если экзамен идет больше 4 часов, студентам обязаны предложить кружку пива и кусок мяса. Значит, ну, они спорили с преподавателями, в итоге преподаватели вняли этим аргументом и согласились на стакан спрайта и гамбургер. На следующий день, когда экзамен он сдал, он получил повестку на вызов ученого совета университета, куда он пришел, все члены ученого совета сидели в париках, в мантиях, они сказали, что, вы знаете, у нас произошла очень серьезная беда. Вы вчера явились на экзамен и явились без счета и лат, что является грубейшим нарушением устава, принятого 500 лет назад, что на экзамен надо приходить со счетом, с мечом, в латах и так далее. Расскажите про своих родителей. Они как-то повлияли на ваш выбор профессии? Папа повлиял им, мама повлияла. Папа не имел дела с образованием, то есть он немножко занимался строительством школ, он архитектор, строитель. А мама учительница, она была учительницей, работала в районном отделе образования, именно математики. Она, безусловно, повлияла, то есть любовь к математике, ее заслуга, в общем. Хотя, значит, я планировал больше заниматься программированием, но я попал в тот период, когда шел переход с таких больших компьютеров, терминальных так называемых, то есть когда на одном этаже стояли компьютеры, а на другом этаже стояли маленькие терминалы. И вот там был Фортран, язык программирования, и вот я все это осваивал, работа мне нравилась. Но потом очень резкий пошел переход на персональную технику, чтобы ее купить. Это было безумно дорого. Персональный компьютер – это автомобиль. Ну, это, значит, ближе уже к 90-м годам, конец 80-х. У нас, в общем, в таких деньгах никто и не думал. В общем, как-то я этот период упустил, занялся спортом и перестал в итоге заниматься программированием, продолжил заниматься математикой. И там была действительно очень интересная тема. Мы занимались парадоксом Банна-Хатарского пространства Хлопачевского. Есть такая тема. Она действительно чрезвычайно интересная. Такое математическое объяснение, каким образом из ничего можно сделать что-то. Из очень маленького объекта можно сделать сколь угодно большой, другой, невзирая на объем. Вот такая тема исследований. Такой Иисус Христос, который наделяет всех рыбой. Она так и называлась. Когда возникла теорема Банна-Хатарского, с которой мы работали, это начало 30-х годов прошлого века, именно интерпретации были такими, что это доказательство божественного творения мира. Меня чрезвычайно эта тема увлекала. Поэтому мы статью написали, опубликовали. Для студентов это было очень важным элементом. Теоретическая математика – это чрезвычайно интересная вещь. А папа, он скорее другие навыки прививал. Это понимание того, чего ты хочешь, понимание самого себя, упорство в том, чтобы следовать собственному интересу. Это вот его. А школу вы вообще любили? Нравилось вам? Ну, я учился в разных школах. Я там переезжал один раз, и учителя иногда менялись. То есть я скорее любил отдельные места. Не надо сказать, что я был влюблен в школу и плакал на последнем звонке. Нет, это не мое. Но были определенные занятия в школе, которые, в общем, нам нравились. Это связано с отдельными уроками, в том числе по математике. У нас был какой-то класс, который действительно любил. Мы соревновались друг с другом, какие-то задачи решили. Помимо уроков это были, например, дискотеки. Было почетно в школе вести дискотеку, готовить ее заранее, планировать, микшировать, накладывать музыку, доставать. Это сейчас, в общем, сколько-то полное, что утратилась эта культура, когда ты достал классную песню. Вот ни у кого нет, у тебя уже есть. Вы знаете, это ушло. Если вы решаете задачу, в каком виде вам приходит ответ, мысль? В каком виде? Скорее картинка ближе. В виде схемы с каким-то, может быть, небольшим набором тезисов, который дальше во что-то разворачивается более серьезное, большое. Что такое пассионарность и зачем она нужна? Пассионарность – это, ну, я в свой взгляд, это глубокое понимание проблемы и настроенность на преобразование с пониманием всей полноты трудностей, с которыми сталкиваешься. А зачем это нужно вообще? И нужно ли? А в этом как бы и смысл определенный состоит. Мне кажется, смысл жизни в поиске нового. В заботе о том, чтобы новое возникало, оно было лучше чем-то есть и изменяло все вокруг лучшему. В этом есть определенный драйв. Вы правда читали в Минобрии письма, которые присылали граждане? В тот момент, когда еще не был директором департамента на уровне, там, заместитель директора, я читал это, да. Ну, особенно поначалу это было интересно, а потом, когда их уже тысячи, их уже приходилось только распределять по людям, которые готовили ответы. Не рекламирую туда писать, потому что, к сожалению, писем так много, что многие из них тонут в общем потоке. Стандартный ответ – спасибо. Мы подумаем. Вы там предложили что-то очень важное, мы это изучим и по возможности применим. В чем цель образования, на Ваш взгляд? Вот, кстати говоря, возвращаясь к прошлому вопросу, именно студенты, которых мы брали на практику, месяц сидели на письмах. То есть, они их читали, изучали, думали над этим. Вот для студентов, мне кажется, чрезвычайно полезная вещь. Ну, в смысле, они начинают понимать, как это все действует, как думают люди. А что у людей на уместности, как это устроено, почему эта административная машина именно такая? В чем цель образования, на Ваш взгляд? Цель образования – это обретение себя, обретение образа некоторого. Для меня образование – это построение своего собственного образа, в котором ты живешь, развиваешься и находишь свое место в жизни. Представляли ли Вы когда-нибудь себя живущим в другой стране? Если да, то в какой? Представлял, конечно. В какой? Ну, вот никогда не представлял в теплой стране, где море, фрукты и жара, потому что там не очень хорошо думается. Знаете, я вообще как-то беседовал с одним стэнфордским профессором, и я ему говорю, а вот не кажется ли вам, что именно хороший климат Калифорнии повлиял на то, что там возникла Кремниевая долина? Он говорит, вполне вероятно, возможно, это абсолютно верный аргумент. Весь год, ну там плюс 15, плюс 25. В этом пределе. Зимой плюс 15, значит, летом плюс 25. Ни жарко, ни холодно. Всегда солнце. Прекрасный воздух. Это замечательные условия, чтобы думать. Вот одно из таких мест, где, в общем, приятно жить и о чем-то думать. На самом деле, мне очень нравится и наша страна. Здесь тоже, во-первых, не так жарко. Во-вторых, иногда вот такой щепучий мороз, он очень приятный. Действительно очень приятный, когда зимой ты оделся, вышел солнце, но мороз там бодрит. Потом снег, сосны. Это тоже, да. Потом пришел, попил чаю, сел за компьютер и что-то сделал. Это тоже, в общем, достаточно приятная вещь. Хотя, конечно, бывая по миру, всегда думаешь, хотел ты здесь жить или нет. Есть ли у вас любимые писатели и литературные герои? Я думаю, что они меняются. Скажем, лет 10-15 назад я любил читать Пелевина, Сорокина, Макса Фрая, которая она... Значит, всю нашу современную литературу сейчас что-то изменилось. Я люблю историческую литературу. «Наконец, я дорос до классики». Например? Ну, недавно я Герцена перечитал. Я его не читал в школе, я его читал сейчас. И мне это кажется интересным. Лесков, Куприн, Достоевский. Почему-то это, так сказать, снова становится интересным. Какое событие в жизни нашей страны вам кажется наиболее значимым? Ну, конечно, революция 17-го года. Безусловно, переломная, которая была глубочайшим общемировым экспериментом, когда умозрительная концепция, неестественным образом возникшая, естественных, логических предпосылок к этому было очень немного. Это был искусственный проект, вот некоторая умозрительная концепция, которая вот достаточно резко была представлена стране, и она принесла и некоторые пики творчества. Вот, например, культурно-историческая концепция Выгодского, вся команда Луначарского, и Блонский, и Макаренко, и все, кто... Халашников, ну, там много было народу, которые работали в научно-кординационном совете наркомпроса в то время. Джон Дьюи приезжал в Россию и развернул несколько экспериментальных площадок в Москве. Вот этот период творчества 20-30-х годов, конечно, начало 30-х годов запомнился такими очень смелыми экспериментами, смелыми решениями. Безусловно, история была бы кардинальной нори, если бы не революцию 17-го года. А какое событие в вашей личной жизни вас изменило или потрясло? Я думаю, что самое событие, которое меня изменит и потрясет, еще впереди. У меня каждый месяц что-то такое происходит, я о чем-то очень сильно задумываюсь, и там что-нибудь пишу, и мне кажется, что это очень важно. Потом мне может казаться, что какой же я был дурачок. Значит, это какая-то наивная была вещь на самом деле. Я думаю, что самые яркие события это встреча людей, которые как-то меня продвигали. Вот мои научные руководители в университете, в университете Виктор Васильевич Работин, Александр Моисеевич Аронов, они, безусловно, наказывали на меня существенное влияние. Как вы видите свое будущее? Ближайшее будущее, мне кажется, я вижу таким интенсивным, я думаю, что у нас будет, ну, там, в связи со мной, может быть, может быть, не в связи со мной, но не важно, у нас будет все интенсивнее, и все будет, мы будем богаче, у нас много будет происходить всего в университете, мне кажется. Есть ли у вас образ университета через 30 лет? Мы один раз ездили с Виктором Васильевичем Рябовым, с нашим президентом, в Самарскую область продлевать арендный договор по нашему филиалу. У нас есть единственный филиал в Самарской области. И мы его продлили на 30 лет. И вот мы, так сказать, беседуем с Виктором Васильевичем, ну что, это был 2015 год, по-моему, ну что, Виктор Васильевич, что там, в 45-м-то опять поедем продлевать. Да, придется, деваться-то некуда. Я думаю, что те начинания, которые есть сейчас, вот мы создали эндаумент, фонд целевого капитала, люди оставили какие-то свои деньги, они положены в банк, там будут какие-то проценты. Пусть это будут даже не очень большие деньги, но вот эти вклады, которые делаются сейчас, они безусловно сохранятся лет через месяц. А что это такое, что за этот фонд? Это такой специальный механизм. Когда человек может пожертвовать часть денег, фонд целевого капитала, но эти деньги не расходуются сейчас, они кладутся в банк под проценты, либо другое средство размещения этих инвестиций находят управляющие компании, неважно. Они защищены очень, есть специальный закон по этим средствам. И вот эти проценты иногда большие, иногда небольшие, это от разных обстоятельств зависит. Можно тратить на что угодно. Мы можем стипендию кому-то заплатить, еще что-то. Но важно, что у некоторых университетов это очень большие средства. Фонд Потанина, собственно, сам Потанин дал миллиард рублей, МГИМО, подобного рода проекты. Но важно то, что сам этот механизм свидетельствует о том, что средства будут накапливаться, сохраняться и оставаться годами. Это очень важно. Будем набирать собственные разработки. У нас будет больше известных имен, они и сейчас есть. Но мы будем, безусловно, наращивать весь тот потенциал, который говорит о том, что университет известен и о нем есть хорошие мнения людей. Как Вы относитесь к крайним позициям? Крайним. С точки зрения принятия решений очень положительно. Мне кажется, всегда на этапе моделирования, на этапе поиска решений надо обозначать крайности. Я это люблю делать очень. Когда у нас нет решения, но мы пытаемся его найти, давайте обозначим крайности. И в этих крайностях мы задаем себе систему координат, в которых мы находим оптимальное, правильное решение. Приход в университет слабых студентов. Интересно. Тоже все время это обсуждаем. Хотим мы этого, или хотим... То есть мы или хотим много студентов, но они будут слабые, или хотим сильных, но их будет мало. И вот эти обе крайности мы можем рассматривать. Тут вообще говоря очень тоже интересная математика, потому что если мы хотим очень сильных, то мы все равно не позволим себе, мы не сможем себе позволить создать организацию, где учатся 100 человек, но очень задорого. Мы не имеем к этому определенного потенциала. И вместе с тем мы не хотим, чтобы у нас было 50 тысяч человек, но все они были слабые и плохо подготовлены. Обозначив эти крайности, мы пытаемся искать баланс между собственными возможностями, между тем, кто к нам приходит, кто нас по-разному видит, и нащупывать то оптимальное число людей, которое удерживает лучшее соотношение цены и качества, если так можно сказать. Мир очень быстро меняется. Вы успеваете осмыслить реальность? Думаю, что никто не успевает. Но в этом и прелесть мира, так сказать. Всегда неожиданностью это главный ресурс развития. Ну вот вы про Пелевина говорили, мне кажется, вам интересно Пелевина и Сорокина было читать тогда, потому что они успевали. Ну то есть они успевали отразить эту реальность, а сейчас никто не успевает. Вполне возможно, там сам способ проникновения в культуру важен. Русская классическая литература, на мой взгляд, появилась в том смысле, что она начала анализировать действительно очень острые проблемы. Бесы Достоевского и вот эта проблема Ставрогина и педофилии. Ну кто про это вообще умудрялся писать? Это же для второй половины девятнадцатого века это чрезвычайно смелый эксперимент. Все было смелое, там как бы и про крестьян смело было писать. Особенность русской классики, они искали способ обсуждать очень честно крайне сложные проблемы. То есть литература там, скажем, Британии того же времени, там или Франции, я небольшой знаток, к сожалению, литературы, но мне кажется, что именно вот эта честность и такое открытое, очень глубокое обсуждение проблем и является той характеристикой русской литературы, что нас привлекало в девятнадцатом веке. Мне кажется, и сейчас вот возврат туда, это попытка вот найти эту самую честность в условиях, когда, кажется, все вокруг врут. А как Вы считаете, нужно ли одаренных детей обучать по особым программам в особых школах, либо они должны учиться вместе со всеми остальными? Вы знаете, я не верю в одаренность по всем фронтам. Сейчас даже есть такое понятие «экстремум». Это вот одаренные везде. Это такие фантазии. Мне кажется, что успешность и в целом развитие общества обусловлено тем, насколько люди с разными интересами могут кооперироваться и вместе что-то делать. Ну, например, успех и в свое время мощнейший технологический прорыв Японии, он обусловлен именно тем, что отдельных, вот одаренных в разных областях людей было не очень много, но за счет кооперации людей с самыми разными интересами, за счет очень тщательно продуманной и такой слаженной кооперации возник мощнейший технологический. Ну, это то, что сейчас происходит в науке, да? На стыке наук все открытие происходит. Ну, отчасти это тоже туда относится, потому что действительно считается, что пересечение разных областей знания дает продвижение для каждой из этих областей знаний. За что вы в жизни испытываете наибольшую благодарность? Наибольшую благодарность? Наверное, за мудрый непрямой совет. то есть, когда люди не говорили, что нужно делать, а когда давали понять какую-то ситуацию, в которой ты сам ищешь веер возможностей и говоришь, вот я сюда пойду, в который ты все время взвешиваешь, сопоставляешь. Вот, наверное, это стоит выбрать. Вот за вот разные такие намеки. Если выбирать из всех живших, живущих людей на планете Земля, то с кем бы вы хотели поговорить? Мне интересно было бы поговорить с Луначарским, как организатором этих всех интеллектуальных прорывов в 20-х году, несмотря на всякие разные мнения о нем. С тем же Герценом, может быть. Нет, с Достоевским, пожалуй, нет. Был такой философ Эвольд Ильянков, который, собственно, первый заявил, что школа должна учить мыслить, так и называлась его статья. Последний вопрос. В Блице, если бы вы завтра проснулись и могли приобрести какое-то качество либо свойство, что это было бы? Завтра. А, я бы хотел чувствовать, что я абсолютно выспался. Субтитры создавал DimaTorzok